Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки. И отдельный привет всем любителям оперы. Вы спросите у меня, а чего это ты вдруг передаешь привет любителям оперы? Где рок-музыка и где опера? Это же вроде бы как очень далекие друг от друга вещи. На что я отвечу, что мы пришли в Московский театр мюзикла, на Страстном бульваре который, который бывший Пушкинский, а до этого кинотеатр Россия, мы пришли на театральное представление с жанровой характеристикой рок-опера. Вот поэтому тут такое соединение. Именно так обозначили жанровую принадлежность своего творения с названием «Преступление и наказание» его создатели. Режиссер-постановщик Андрей Кончаловский и композитор Эдуард Артемьев, которые они сделали по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Честно говоря, я как большой любитель рок-музыки, вы это знаете, что я очень большой любитель рок-музыки, очень скептически отношусь к подобным попыткам соединить слона и трепетную лань. Именно нашими русскими музыкантами соединить вот так вот. Почему я говорю музыкантами, а не актерами и музыкантами? Ведь перед этим я говорил, что это театрально-музыкальное представление. Да потому, что первоначально рок-опера – это был именно музыкальный жанр. Это затем уже на базе музыкальных рок-опер начали делать театральные представления. Для тех, кто не знал, я вкратце расскажу. А тем, кто запамятовал, напомню предысторию появления этого музыкального жанра. А заодно и объясню причины своего скепсиса в отношении наших известных советских и российских так называемых рок-опер. Давным-давно, еще в далекие 60-е годы, когда рок-музыка только начала появляться на горизонте, всякие музыкальные извращенцы или новаторы-экспериментаторы задумали скрестить оперу и рок-музыку. Но они имели в виду не соединение оперного пения с тяжелым звуком гитар и барабанов, а придание своим альбомом, рокерским по-настоящему, концептуального единства со сквозным сюжетом и одними и теми же героями песен, при этом музыкально оставаясь в границах рок-стилистики. Этими извращенцами были юные британские рок-музыканты, такие себе, знаете, юные натуралисты, дарвинисты-ленинцы. Я должен сказать, что у них это получилось. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но все-таки получилось. И хотя многие думают, что первой рок-оперой была рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда» Эндрюй Ллойда Уэббера, которую он написал совместно с Тимом Райсом в 1970-м году и которую поставили потом на Бродвее год спустя. Но это не так. Это так называемая рок-опера, была и остается самой известной только из-за своего эпатажного названия. На самом деле изобретателем термина рок-опера является Пит Тауншен, лидер и гитарист рок-группы The Who. Именно этот британский вокально-инструментальный ансамбль в 1969 году выпустил альбом под названием Tommy, на обложках которого и красовалась надпись «рок-опера». И я должен сказать, что это действительно выдающееся музыкальное произведение, рок-произведение. Так как, по моему мнению, оно в первую очередь, и это самое главное, музыкально выдержано в классическом хард-рок стиле с гитарно-барабанной аранжировкой, с подключением пианино и классически роковой синкопированной вокальной ритмикой. То есть это произведение сделано в полном соответствии с вокальными и инструментальными канонами рок-музыки. И именно поэтому, на мой взгляд, этот альбом был продан в количестве 20 миллионов экземпляров из-за своей чистостильности и был внесен в зал славы рок-н-ролла. Но хоть Пит Тауншен и был первым, кто произнес это сложно сочиненное слово рок-опера, но исторически первооткрывателем жанра рок-опера является также британская рок-группа The Pretty Things со своим, опять-таки, сюжетным альбомом SF Sorrow, про злоключение некоего Себастьяна F. Печаль. По-английски это Sorrow. Этот альбом был записан еще в 1967 году и вышел в 1968 году. Но, к сожалению, этот альбом не имел ни успеха альбома Tommy группы The Who, ни успеха провокационного альбома Иисус Христос суперзвезда Эндрю Уэббера. Хотя, на мой взгляд, это очень качественный, цельный альбом. И с точки зрения цельности сюжета, и с точки зрения соблюдения канонов рок-музыки. Этот альбом, так же, как и альбом Tommy The Who, классический хард-рок с полностью выдержанными инструментальными и вокальными критериями рок-музыки. Ценителям рок-музыки рекомендую послушать этот альбом. Думаю, вы будете приятно удивлены. И точно так же, как и я, скажете, что альбом незаслуженно неизвестен. И тот, и другой альбом, и рок-группы The Who, и рок-группы The Pretty Things я бы назвал классической рок-оперой. То есть оба альбома музыкально выдержаны в строго классической стилистике рок-музыки. И в рамках единого сюжетного повествования, присуще операм. Иисус же Христос суперзвезда, на мой же, опять-таки, взгляд, это не рок-опера. Это классический бродвейский мюзикл, где играют как хотят и поют как хотят в любой стилистике и в любой аранжировке. Слушая эту так называемую рок-оперу Иисус Христос, создается впечатление, что автору неведомо поняние стилистической цельности. Какая-то часть произведения это оперная ария с закрытым вокалом, какая-то часть классическое хоровое пение, какая-то часть эстрадное пение, какая-то часть речитатив, а что-то исполненное в классической роковой синкопированной вокальной ритмике. На мой взгляд, это типичная, разностильная, эклектичная смесь. Это такая солянка, капустник студенческий. Знаете, что попало? Намешали танцы, пляски, песни, народные хоровые, рок из эстрады, все подряд. И нашим, как говорится, и вашим. Можно, конечно, прикрываться термином полистилистика, якобы все вместе соединили, но, повторюсь, по моему мнению, это типичная эклектика. Здесь выдерживается только цельность сюжетной линии. Я про Иисуса Христоса, суперзвезду говорю. Стилистическая музыкальная цельность отсутствует полностью. Наши советские композиторы пошли не по пути классических роков опер Томми, группы The Who или SF Sorrow of the Pretty Things, а по пути Эндрю Ллойда Уэббера с его скандальным Иисусом Христосом. Я говорю о тех так называемых советских и русских рок-операх, которые мне довелось послушать. Это Орфея Евредика Александра Журбина, Звезда и смерть Хоакина Мульета Алексея Рыбникова и Юнона Иовусь, того же Алексея Рыбникова. По моему мнению, это не рок-музыка вообще, ни в одном из этих случаев. Приставка рок здесь неуместна. Это типичные эстрадные мюзиклы. Пусть кто-то и будет не согласен с моим мнением. И я поясню свою позицию. Это не рок-музыка потому, что в рок-музыке совершенно по-другому строятся вокальные партии. В роке другая вокальная ритмика, которая обусловлена ритмическими особенностями английского языка. Рок это в первую очередь синкопированная вокальная ритмика с краткими окончаниями слов и фраз, а не равнодольное и по-русски распевное пение, как в перечисленных мною так называемых рок-операх. Так что это не рок, но это и не опера. Так как в оперном пении другая вокальная техника. Там поют классическим, академическим, закрытым вокалом. В перечисленных же мною российских и советских так называемых рок-операх поют с одной стороны в технике обычного открытого вокала, в эстрадного вокала. А с другой стороны в равнодлительной, равнодольной, распевной, вокальной ритмике. То есть в технике и ритмике присущей эстрадному пению или по простонародному попсе. Ну или бардовскому пению или шансону. Там поют точно так же. То есть в этих так называемых рок-операх поют именно так, как поют в мюзиклах, а не в классической рок-музыке или в опере классической. И если даже поставить позади артистов какую-нибудь рок-группу или посадить эту рок-группу в оркестровую яму, как это сделали в Юноне и Авось, посадив туда рок-группу Аракс, то это музыкально-театральное представление роком от этого не становится. Так же, как оно и не становится оперой. Так что подобные, что Эндрю Уэббера, что наши так называемые рок-оперы, которые на самом деле никакого отношения ни к року, ни к опере не имеют, у меня всегда вызывают улыбку. В подобном исполнении они ничем не отличаются от мюзикла или музыкального спектакля. И приставка рок, на мой взгляд, носит здесь только рекламный характер для заманивания аудитории. И на тот момент, конечно же, такая приставка срабатывала «Будь здоров!» по привлечению внимания публики. Ажиотаж был неимоверный возле Ленкома. Сейчас же рок-музыка не в таком фаворе, как в 70-е годы, поэтому рок-опер стало поменьше. Кстати, Юнону и Авось в Ленкоме с недавних пор, года три или четыре, перестали называть рок-оперой. И я уверен, перестали не потому, что стали понимать, что это и не рок, и не опера, и не спектакль, а просто потому, что мода прошла, и рекламный эффект исчез, а может быть, даже и стал антирекламой. Но Андрей Кончаловский вместе с композитором Эдуардом Артемьевым, наоборот, решили, что наступила пора еще разок поэксплуатировать рекламную мощь и привлекательное словосочетание рок-опера, а также нестареющую актуальность тем, затронутых Достоевским в своем знаменитом романе «Преступление и наказание». Вы у меня спросите, ну раз и так скептически относишься к нашим так называемым рок-операм, так зачем же ты тогда пришел на это, как ты говоришь, музыкально театральное представление. Отвечаю, Андрей Кончаловский – прекрасный режиссер, а Эдуард Артемьев – хоть и не рок, но очень хороший композитор. Поэтому мне интересно посмотреть, что у них получилось, а вдруг главные герои запоют в классической роковой вокальной стилистике, ну или в классической оперной. Ну а чем черт не шутит? Поэтому давайте вместе пойдем посмотрим, послушаем, что у них получилось. Эй, садись! Все садись! Кто и пья на уснообразке! У них все есть, и дурь, и хамка кому? Чего надо? К ней урву! На кого-то съесться введено! Ты, значит, гением все можешь! И даже убивать! И даже убивать! Каравай! Каравай! Кого хочешь выбирай! Возьми за дешево! Возьми за дешево! Возьми за дешево! Садись! Все садись! Паровка! 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 Одно убил, а сотню спас Лишь тьма играть, в ней нельзя упасть Что они делали? Ты мои мечты Обогреть на верное вывуков глаз Опять ее неспешные шаги Ночной мой быть проклятие превратили Там одна лишь банька с вухами Уважаемые любители рок-музыки, ну вот и закончился спектакль, я его так назову, музыкальный спектакль или мюзикл, но только не рок-опера. Это не рок-опера, это хороший музыкальный спектакль или мюзикл. За последний месяц нам удалось посмотреть два хороших музыкальных спектакля. Это «Страсти по бумбарашу» в Театре Табакова, прекрасный музыкальный спектакль или мюзикл, но там додумались не называть его рок-оперой. Здесь же Андрей Кончаловский вместе с Эдуардом Артемьевым решили все-таки назвать его рок-оперой, но на самом деле к рок-музыке это не имеет никакого отношения. То, что я вам говорил перед тем, как мы пришли сюда на спектакль. Так я и думал, что это так и будет. Но, тем не менее, спектакль музыкальный сделан вот так. Это прекрасное представление музыкальное. Потому что великолепная сценография, великолепные мизансцены, великолепные костюмы, великолепно все отрепетировано посекундно, великолепные вокальные партии, великолепная музыка. Так вот все хорошо, вы понимаете, вот все хорошо. И повторюсь, вокальные партии там не в один голос, а многоплановые, в несколько голосов, в интервальные, в хоровые номера. Все было сделано прекрасно. Я аплодирую и Андрею Кончаловскому, и я аплодирую Эдуарду Артемьеву. Они сделали прекрасное музыкальное представление, на которое стоит ходить. Я побывал на многих мюзиклах. Это достойное. Вот просто достойное. На это стоит ходить. Потому что еще и тему раскрыл Андрей Кончаловский прекрасно. Тема сложная. Потому что, по сути дела, все события происходят в голове этого Родиона Раскольникова. Попробую это показать в явии, в жизни. Они сумели это сделать, да еще и музыкально сделать. То есть все понятно, все, что происходит на сцене. Вся эта трагедийность, все эти рассуждения, вот эти нитшианские. Человек, я способный властвовать над другими людьми, тварь дрожащая или право имею. Все показано, вот прекрасно сделано. Все понятно и отчетливо, ясно. И еще, что мне понравилось, то, что Андрей Кончаловский осовременил спектакль. Он перенес его, ну не в сегодняшние, не в 2000-е, 20-е годы, в 90-е годы. Проститутки, бандиты, следаки, вот эти вот студенты недоученные, которые мучаются своей идентичностью и поиском смысла жизни. Он перенес это сюда. Поэтому это все было узнаваемо. Вот эти бизнесмены деловые, которые покупают любовь там за деньги. Все это вот очень, как вам сказать, это очень знакомо, это узнаваемо. Даже сейчас, хотя 90-е годы уже прошли давно. Но тем не менее, за фасадом это все так и остается и сейчас. Поэтому то, что люди смогли осовременить, придать этому хороший, настоящий, современный русский разговорный язык, понятный для публики, не 100-летней давности, как у тебя был на одном представлении, там поставили «Горе от ума», не буду называть режиссера. Он взял дословно, вот это 200-летнее произведение, дословно стихи читал, но это скучно. А здесь это было современно, поэтому прекрасная постановка. Класс. Но, еще раз повторюсь, к рок-музыке это не имеет никакого отношения вообще. Зачем они назвали это рок-оперой? Я, честно, я диву даюсь. Я просто не понимаю, ну зачем? Ну, мюзикл бы назвали, ну прекрасно. Это в точку. Все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы наши слова и наши действия совпадали. Нужно называть вещи своими именами. Это не рок-музыка. Вот и все. Но так, прекрасный спектакль, я получил удовольствие. Уважаемый любитель рок-музыки, ну и пока мы едем домой со спектакля, с музыкального, я немного дополню свои впечатления, поделюсь. Я не рассказал ничего об актерах. Неплохо играл Станислав Беляев, который играл Родиона Раскольника, неплохо. Неплохо играла Соня Мармеладова, Анна Будрина. Но мне понравились три актера. Мне понравился мужик в красной рубахе, который играл вот этого городского окраинного заводилу такого, знаете. Окраинный. Это не сельский житель, но и не житель центра города, не элита общества. Вот именно окраинный мужик такой, забухать, повеселиться. Это душа компании, который взял на себя потом убийство старухи. Его играл Андрей Гусев, хорошо сыграл. Мне понравилось, как он создал этот образ, великолепный. Второй, кто мне понравился, это Евгений Вальц, тоже для меня неизвестный актер. Но он сыграл Свидригайлова, который был местным бизнесменом, приезжавшим на Роллс-Ройсек, проститутка. Он не сумел создать такого, знаете, саркастичного, чувствующего свою такую элитарность бизнесмена, такого богатого, знающего цену деньгам, умеющего их зарабатывать. И что мне в нем понравилось? Несмотря на то, что это отрицательный персонаж, он сумел найти в нем нотки, вызывающие сочувствие, вызывающие какое-то такое даже одобрение в некоторых местах, когда он издевался над Раскольникова. Мне понравилось. В танце прекрасное движение он владел Евгений Вальц. Ну и еще мне понравился актер Максим Заусалин, который играл Порфирия, следователя. Вот ему удалось создать вот этого не того, не позапрошлой векового полицейского, полицайского, а именно современного мента, знаете, который образованный, начитанный, умеет играть на фортепиано, который знает психологию преступника, который знает, что от него никто не уйдет, самого-того самовлюбленного, любующегося собой, и наслаждающегося тем, как он загоняет, допрашивая мор человека в угол. Прекрасный образ он создал. И особенно мне понравилась сцена допроса Раскольникова, когда он его практически заставил сознаться. Он в это время играл, а Раскольников говорил, ну это прям прекрасно, то есть не диалог, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Он играл, он и тем самым задавал вопросы, игрой на фортепиано. А Раскольников в это время оправдывался. Просто прекрасная находка режиссерская, и прекрасно сыграно вот этим Максимом Заусалином. Аплодирую этому актеру, вообще вот этим троим я аплодирую. Я всем актерам аплодирую. Труппа работала слаженно, и вся массовка работала великолепно, но вот эта сцена и вот эти актеры меня просто, честно, восхитили. Прекрасная игра. Что еще мне очень понравилось? Конечно же, мне понравилась вот эта механика на сцене, когда все опускалось, поднималось. То есть минимум декораций, но в то же самое время создавалось максимум локальных сцен. Там и тюрьма, и метро, и площадь. И что еще я отметил? Вы знаете, не просто передать движение лошади, а тем более лошади сделаны в виде куклы. Вот там была сделана лошадь, которая играла одну из основных сцен, воспоминания Родиона Раскольникова, как он в детстве видел, как избивали лошадь. Доходягу лошадью били, плеткой избивали. И вот я понимаю, вот этим мастерам, которые обеспечивают реквизит, им удалось сделать лошадь, и тем актерам, которые ее вели и играли, полностью вот создать движение, прям как живая она была. Ее били, она трясла гривой, она тянула морду, она копытом била. Ну, прямо вот точно были движения переданы. Это непросто. Я просто аплодирую, вот это лошади, как они ее сделали классно. Прям великолепно. Вот так сделали. Ну, в общем, сам спектакль, я еще раз повторюсь, мне очень понравился. Это настоящее такое музыкально-театральное действие. Ну, и я уже говорил, но еще расскажу. Там была воссоздана на сцене атмосфера 90-х годов. 90-х. Вот этот вот бандитизм, проститутки, все вот это вот там вот, вот эти вот доходяги, бомжи, вот эти мусорные баки, вот эти богачи, новые русские, он в красном пиджаке, этот Свидрыгайлов был прямо в 90-е годы. Тогда, помните, были популярны красные пиджаки у бандюков? Вот это все было воссоздано. Вопрос. Участники рок-группы, которые были со мной, они задают, а почему ты думаешь, что это были 90-е годы? Да потому что это реально 90-е годы. Я вижу и вспоминаю эти 90-е годы. Это первое. А второе. Я-то подготовился, идя на этот спектакль, я узнал, что уже музыку и либретто уже было тогда написано 30 лет назад. Они просто слишком долго не решались ее ставить и доводили до ума. И только вот лет 5-6 назад они решили уже окончательно поставить. Я говорю, решили, это Андрей Кончаловский и Эдуард Артемьев, как композитор. Они ее доработали и поставили. По-моему, в 17-м году этот спектакль уже завоевал золотую маску. Поэтому, именно поэтому там отражены 90-е годы. Они 30 лет назад это уже почти практически сделали в Черне. Вот. Но все равно это смотрелось очень современно. Потому что за вот этими яркими фасадами, особенно если отъехать из Москвы туда, в районные центры, там все это можно, будем говорить, наблюдать. Вот так вот. На окраинах, особенно городов, небольших, это все там есть. Уверен. И дай Бог, чтобы мы это смогли искоренить со временем. И благодаря таким спектаклям, чтобы люди смотрели на себя как в зеркало, я думаю, что это и будет способствовать искоренению таких вещей. Вот именно поэтому я за такие спектакли и за такие песни, которые отрезвляют людей. Отрезвляют. Заставляют на себя посмотреть со стороны. Ну и что еще я хочу сказать. Все было вживую. Абсолютно все вживую. Ну, понятно, что, допустим, на фортепиано там Порфирий не играл, на гармошке мужик с медалью в форме десантника тоже не играл. Это все играл оркестр. Вот оркестр сидел в яме в оркестровой и играли все вживую. Это тоже я хочу отметить. Что это было все абсолютно все вживую. Вот это единственное, что роднит этот спектакль с рок-музыкой. Потому что рок-музыка это все-таки, ну, как общепринято, это такая живая вещь. Сценическая. Ну и тематика, конечно, роднит с рок-музыкой. Философские размышления, метание, мрак, вот это дно. Рокеры любят про это петь. Про всякие философские размышления, что мир поган, все плохо и показывать дно. На районе, особенно рэперы, на районе, там у них все там все плохо. Власть унитает. Ну и подводя общий итог, хочу сказать, что это достойная работа. Это очень достойная работа. Музыкально-театральная, очень трудозатратная. Я представляю, насколько в нее вложили труда. Все участники, ну и в первую очередь, конечно, режиссер. Это колоссальный труд. Это многолетний труд. Это невозможно сделать за месяц, за два, за три. Это невозможно. Это очень кропотливо. Это оттачивалось, выстраивалось, шлифовалось. Все имеется в виду. И реквизит, и механика на сцене, и освещение, и тексты, я уверен, они доводились редактировать, и музыка шлифовалась. Это серьезная вещь. Это уровень произведения искусства. Поэтому рекомендую при возможности посетить эту постановку. Просто рекомендую. Хорошая. Получите удовольствие. Мысли вслух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Малощуком 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 Малощук Малощук